приветствую дорогие зрители с вами снова кошмар из и сегодня мы смотрим с вами на его х 10 вот нас как раз таки схема место откуда мы начнем развязка самкад здесь мы сделаем тоже остановку при движении по мосту через реку биться обязательно здесь становится посмотрим и доберемся до развязки с трассы м2 посмотрим на нее с обоих сторон но это еще не все обязательно же конечно мы с вами доберемся до следующей части это у нас пересечение с варшавским шоссе и соединение с новобутовской улице и вот указана здесь стрелочка и хочу брать внимание что в качестве отдельного видео скорее всего следованию последующих будет соединение юго-восточной хорды или его х 10 его как хотите называть на мсд с трассы с ибв и вот эта стрелочка как раз указано то место где у нас уже идут строительные работы по соединению с ибв с трассы юла или же с расторгуевским шоссе собственно это прям отдельная трасса я считаю что ей нужно посвятить отдельный ролик он немножко косвенно не касается юго-восточной хорды ну а то что там строится вдоль железной дороги я думаю что тоже мы посмотрим с вами весной когда немножко там подрастает снег и в принципе будет более доступна для посещений и фото видеосъемки но продолжаем так но это у нас мкат внешняя сторона у нас и стакатка левоповоротный съезд с внутренней частью активно бетонируется основание дорожной плиты ну или мужская дорожная плита ведь такими равномерными захватками то есть выполняется монтаж опалубки вот собственно как раз мы это и наблюдаем да и вот уже видим что здесь нас опалубка возведена антиплячок специально сделал скорее всего готова часть к укладке бетона это у нас внизу вот видите такая дорожка замечательных нас съест при движении с его х10 стороны бутово будет съезд на внешнюю сторону кат как раз за это немножко ругали то что вот есть съезд на внешнюю сторону есть съезд с внутренней стороны в сторону бутово и в итоге других съездов не будет но в принципе можно использовать другие части развязки например ступенский проезд это у нас тоннель видно что она в бетоне готов в обе стороны даже просматривается противоположная сторона так вот он сделал вот такие вот защитные вещи так а мы с вами попробуем добраться в ту сторону либо пройти может быть даже через антоннель не знаю вот у нас сама эстакада металлическая часть естественно тут должны быть большие пролеты собственно тем более в повороте поэтому выполнена из металла ну и надвижка конечно же было странным кадр мы с вами видели в предыдущих роликах а дальше уже можно в принципе делать из сборного железобетона здесь шаг колонн совершенно другой опор поэтому вот тоже тут видите идет формирование дорожной плиты ну и дальше да она уходит далеко-далеко-далеко-далеко куда-то там сторону бутова нет мы там с вами еще побываем 1 час опалубки уже видите вот дорожная плита уже забетонирована делается специально равномерно по несколько частей нельзя сразу замонолитить целиком то есть нагрузка должна распределяться равномерно то есть они сделали вот эту захватку получается дальше с небольшим отступом следующую захватку вот там тоже следующие потом уже друг другушка буду соединять кстати как видим бортовое ограждение будет здесь тоже из монолитного железобетона так как минимум получается дешевле ну и собственно тоннельчик тут нас виднеется расширение дороги примыкание будет правда немножко конечно это получается насыпь увеличивает вон там вдалеке виден не виднеется пешеходный переход который впоследствии будут демонтировать и прямо за ним будет новый то что справа здесь будет примыкать съезд вот он виднеется ведь уже нас вырисовалась стороны бутова как раз таки тут у даже нас по-моему уже есть асфальт здесь его конечно нету но и собственно вот сам основной ход мсд который здесь и будет проходить вот как раз тоннельчик под нами ну и пробки как всегда и вот видно уже готовится к бетонированию а это у нас д-2 подольск или на хабина подольск там пока как раз платформа биться так мы попробуем пройти чуть-чуть подальше вот мы стоим над тоннелем вот она мсд уходит туда дальше справа у нас примыкает эстакада лево поворот на с внутренней частью мкады отсюда очень хороший вид на остальную часть мощь через реку биться дальнейший поворот сторону трассы м2 уже там виднеется мачте освещения ведь у дорожка будет немножко спускается вниз потом поднимается наверх да вот так как раз снизить и есть мощность биться дальше дорога вдоль леса немножко уходит правее виднеется вот уже за опорами где-то как раз идет развязка с трассой м2 ну зум не конечно бесконечный поэтому конечно рассмотреть попробую еще чуть левее пройти если удастся может быть будет все-таки видно ну и конечно тут планируется подземный пешеходный переход вот собственно я так понимаю бетонная работа как раз по нему выполняется мы с вами сейчас продолжим движение дальше прошли с вами чуть чуть дальше над нами как раз таки стакада а там вдалеке как раз развязка стресса м2 там лево поворотный стакада к сожалению отсюда мы не увидим никак на чуть-чуть просматривать сквозь деревья но не сильно на то что от мачта я там вдалеке машины видите это уже трасса м2 сейчас попробуем туда дальше продвинуться но кстати вот еще одна вот видно дорожное полотно мачте вот она потихонечку потихонечку ворочу туда дальше ходит тоннелем и уже в сторону бутова и варшавского шоссе вот до конца года по идее должны будут запустить движение ну и давайте приблизим вот она опять-таки отсыпанная часть съезда вот она собственно здесь есть не примыкание к мкаду ну еще раз посмотрим с вами на пешеходный путепровод переход который будет демонтироваться за ним кстати в серии в средней части видно уже опора под новый но собственно эта работа выполняет та же сам организация мсу-1 по расширению то есть строительство есть так развязки с липецкой улицей и расширение вот примерно до этого места собственно вот этот путепровод это они выполнять его будут а собственно вот эту же часть сам сами эстакады и мсд уже строят другая подрядная организация еще раз посмотрим путепровод пешеходный переход эстакада мы стоим с вами сейчас на съезде как раз таки которая будет как раз таки на внешнюю часть мкад эстакада скоро время все дело запустится и надеемся немножко пробочка здесь рассосется эстакад монструозная опора ух высота туда сразу ощущается и внизу вот как раз таки тоннельчик но на самом деле в тоннеле идти не вижу смысла как бы так понятно что он готов то есть где-то там как-то внутри смотреть поддерживающие конструкции как они делают отделку устоев но честно говоря особого смысла не вижу то что выполняется гидроизоляция ребят спросил темнотища у меня как бы не вспышки не света ничего нет смысла начать снимать я все-таки не телевидение не там постановочный съезд давали так что я думаю что вот это вполне вполне достаточно для общего обозрения она и вот еще одна видите залитая часть уже несколько раз не посмотрели и стоящим кат собственно все ну вот мы с вами перебрались на противоположную сторону мы были с вами вон там как раз вот бетон насос подает смесь для укладки скорее всего в будущий подземный переход не под путями и под дорогой вот там далеки вон та самая стакана вот она спускается как раз ставить попробуем сейчас немножко в сторонку 5 до стабилизации кучина вот мост внизу перед нами это мост через реку биться нити уже обе части готовы по одной даже ездит сами строители попробуем как бы это максимально нежно это сделать вдалеке как раз виднеется ведь как люди пока переходит по верху и вот он спускается стакана как раз здесь его поворот на и собственно ведь его дорогу здесь идет вниз она из-за строительного городка на самом деле немножко непонятно то есть как бы одна часть идет из-под манкада поднимается чуть-чуть в районе землей а стаканного распускается здесь они потихонечку в итоге опускается дорога то есть профиль идет к реке вниз и потом видео после реки от права от на зуме очень хорошо видно дальше на суде вот слева по опорам она поднимается выше выше и выше но ширина точно будет 3 плюс 3 как минимум даже может быть больше эти здесь даже матч установлено с обеих сторон есть уже твердое покрытие это скоро либо пи и либо первый слой либо даже может быть 2 но пока он еще соответственно не до конца здесь дальше идет у нас такая выемочка если вы помните по первым моим роликом это было здесь поле здесь выемки никакой никакой не было это у нас жека южная биться по мнению испанец не знает продолжает застраивать здесь нас от поле вот мы тоже все прекрасно с вами помним эти замечательные опоры линии электропередачи вот уже вдалеке где-то шумит наверно вам не слышно как раз таки м2 ну и дорогу уходит дальше ведь мачта здесь по правой стороне уже полностью установлен дальше там дорога не совсем сплошная идет вот определенные изгибы но тем не менее да что она потихонечку поворачит парач пара что-то направить вот мачты идут чуть выше выше тут уже начинается насыпная часть стакады дальше пойдет уже стакана но мы и к сожалению здесь не едем вот как раз кран стоит за опорами он там по молокально очистное сооружение насколько я помню и вот это как раз работает в том числе и на эстакаде в том числе но это мы сейчас попробуем с вами туда еще с вами добраться то здесь готовность обсказать процентов 65 вот учита чтобы тоннели уже пробиты пока здесь удалось немножко побегать селфи-палкой конечно же это шутка юмор кто-то поймет кто-то не поймет хочу обратить ваше внимание что все-таки есть у меня бусти я думаю что многие про это в курсе есть и ссылка в описании на страничку в бусте можно подписаться точно на платный контент и вот впервые за все время не будет такого что да вот взял типа там где-то неделя прошла и потом вышло в общий доступ то есть будет небольшой материал с данного строительства который будет закрыт и будет доступ только для тех кто подписан на бусте более того возможно это и записано будет в итоге только на бусте они на youtube и со ссылкой которые многие потом пытаются раздать своим друзьям и не совсем честно получается так что если хотите какую-то эксклюзиву получить то вот ролик про его х выйдет сначала конечно же на бусте в общем доступе именно которыми сейчас с вами смотрим и будет небольшой кусочек дополнительного материала примерно где-то на 10-12 минут я думаю что вы оцените и вот он будет доступен только там то есть него какой открытый доступ спустя там месяц два три четыре он открываться не будет но если только там может быть после запуска движения тогда можно будет уже и открыть но это будет наверное скажем так не актуально так что если есть желание интерес можно сделать подписку всего лишь на месяц получить доступ как бы посмотреть и я думаю что это будет интересно ролик и планирую выпустить на сегодня 4 марта я надеюсь что где-то числа 5 6 то есть до праздников ролик этот по его х и дополнительный материал который будет отдельным роликом маленьким таким тоже выйдет в общий доступ на также хочу сказать что вот такие вот кадры получить мало того что достаточно сложно так и конечно же по информативности я думаю вы сами прекрасно понимаете что что-то хочешь с фотоаппаратом в руках что вот что-то типа вот типа селфи палки получается такой длинный как бы информативность конечно же практически нулевая поэтому надо понимать что в ближайшем будущем все ролики которые будут выходить по строительному по строительному объектам москвы московской области и ближайших наверное там регионов он не будут только в таком виде надеюсь на понимание можете там писать какие-то гневные письма но к сожалению только так других вариантов быть не может и надо отдать должность сказать наверное спасибо за то что у нас в принципе есть кадры этого же участка когда не было строительства никакого и там какие-то начинания и зачатки есть строительство надо просто да сказать спасибо я не знаю всем кто к этому причастен к ограничениям различным так далее что была возможность время сделать хотя бы какие-то исторические видео с воздуха которые конечно являются более наглядными так что давайте не будем нывать надеемся что в дальнейшем будет как-то дальше развиваться потому что забрасывать это все не хочется всегда надо надеяться на лучшее а не ходить как бы да и угнетаться а я продолжаю вас радовать каким-то видео я думаю что его х 10 она действительно всем нам интересно потому что даже наверно мои маршруты к друзьям знакомы поменяются ну и я продолжу свое повествование уже с фотоаппарата на микрофон продолжаем добрались до развязки с м2 вот собственно нас насыпь вот видите дорожка у нас уходит в сторону и пошла эстакада 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 такая вот здесь сбор на монолитный железобетон и поворот собственно в сторону области достаточно длинный эстакада там внизу у нас как раз таки тоннель до которому пока не добрались ну и собственно здесь будет тоже съезд в принципе вот он как раз просматривается у нас трасса м2 да конечно солнце прям в лицо светит и вот он грубо говоря вот он прям готовы съесть то есть можно будет с м2 съехать на хорду на ну на юго восточную хорду или мсд в принципе разницы нет и вот он грубо почти готовый и есть и вот он так вот аккуратненько будет уходить в сторону там сейчас активно строится подпорной стенки и так далее и тому подобное сейчас у нас тут идет в заведении локальных очистных сооружений опять же эстакада сейчас как раз идет выемка грунта давайте так вот на минимально фокусного расстояния на где тоннеля как раз идет выемка грунта к сожалению наверное сейчас не удастся то есть вот там виден просвет с той стороны вот и здесь активно идет выемка грунта то есть подземная часть сделано понятно что даже потолок там замоноличен видно но пока еще идет выемка грунта вот здесь как раз самосвала стоят чтобы была погрузка и уборка собственно его уже сторону и пока не совсем понятно можно ли там по этому тоннелю проехать сейчас если сквозное движение еще раз стакада левоповоротная да солнце потихонечку садится хоть погода хорошая но не бесконечно может вести с ней шатается он знатно дорожные мастера везде но более или менее округа раствор дороги подпорные стеночки делают здесь скорее всего перекладывают какую-то коммуникацию потому что видно что здесь перекопано и какое-то твердого покрытия в принципе нет значит здесь они что-то пытаются переложить ну и судя по этим трубам как раз таки тоже есть такое ощущение нам еще с вами проедем на по частично готовые части я думаю что в принципе как говорится почему бы и нет а ну вот 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 И вот мы выезжаем как раз на основной ход И сейчас мы как раз И вот он мост через бицу Да, не многословен, потому что тут особо говорить нечего Слева это 3-4 пути Курского направления Они у нас идут только до грузовой станции Люблино Товарное Ну как бы собственно и все И больше ничего такого у нас здесь нет Впереди строительство подземно-пешеходного перехода На этом как бы и все И мы сейчас круглый подъедем к этому пешеходному переходу После чего просто уйдем в сторону КАТ Где-то здесь-то Бетон нас здесь до сих пор работает Но скорее всего Заливают что-то как раз таки связанное Ну и все И мы отсюда уже уезжаем Главное, чтобы навстречу нам не попался Никто там Наши как раз грузыки с грунтом Именно здесь не выезжают Да, грязь, конечно, тут знатная Да, раскачиваться в топорах Тут, блин, никак его не зафиксировать Посмотрели на эту грязюку Ну вот, как-то так Юля Ай, да, извините, Юла Стакатка какая-то Да, так, бонусом Не накидывать, он балки будут, скорее всего А вон там, вдольке Вон там Это у нас ЖК Южная Битца И, собственно, где-то там у нас проходит Развязка с ЮВХ То есть буквально вот несколько метров И хоп, и уже Вот такая вот ситуация Металлические балки-то будут И он тоже лежат А светофор тут придумал явно какой-то Очень умный человек Ну, собственно, вон там Они там Примыкание делают И смотрите, с каким запасом был построен путепровод То есть явно видно, что здесь закладывают гораздо больше Ну, это так Мы отвлеклись с вами от темы Ну, это так Будет пешеходный переход Очень интересно Должно предполагало Наш, как заморочен Впереди как раз Веднеется стакана Чуть поближе К ним подъехать Чтоб выползти И Поснимать сблизи По возможности Лэпы Знакомые Ну, и порталы Данали Само собой Ну, по готовности Так вот Пока что Мне кажется Вполне реально Даже, наверное, к сентябрю Мне кажется Времени более Чем достаточно Прям более Чем достаточно Ну, да Здесь можно было бы Наверное И Проехать Ну, да ладно Нам надо там Ланбек Зафиксировать Вот Мы с вами Добрались До тоннелей Вот Эстакада У нас Которая съест В область Сами тоннели Идет Благоустройство Территории Облагоражено Скорее всего Ну, и Собственно Сами тоннели Вот, собственно Про что я говорил Почему я Под Макадом Не снимал Вот здесь тоже Видно, да Что-то Опалубка там Еще осталась В принципе Потолок Все готово Но Идет выемка Еще Вот, видите Вот там Как раз Работает Экскаватор С той стороны И, в принципе Ну, очень темно То есть Здесь, в принципе Ничего не видно Весот Еще будет Скорее всего Тут углублять Чуть побольше Может быть Не будут Но здесь уже точно Не больше трех полос Влезет И, собственно Сама эстакада Вот такой вот У нас общий вид Готовности То есть Перепуски движений Все это мы помним И, конечно же Вот оно привело Вот к такому А там дальше Через несколько метров Я как раз Бонусно вставлю Находится Трасса Юла Ближе портала И вот Дорога идет дальше Вот, видите Даже, видите Построили надземник уже Поэтому туда Уходят в сторону Варшавского шоссе Собственная трасса Называется БВ Солнцево-Бутово Варшавское шоссе Идея должна заканчиваться Там А по факту Будет ее соединять Еще дополнительно И с Юла-Х Сейчас посмотрим Что у нас творится На Варшавке Собственно Вот нас Мы оттуда приехали Вот туда Это в сторону Трассы М2 Здесь мы видим Что Лежат металлоконструкции Для путепровода Через как раз таки Варшавское шоссе Которое находится У нас за спиной И голубого цвета Конструкции Это у нас Сейчас вам Прям покажу Вот такие вот Подпорки Временные Из них собирают Собственно Сейчас попробуем Посмотреть Что там через Варшавское шоссе Происходит Складировано Материал Достаточно Много Будет Соответственно Там Надвижка Проходить Как раз Съезд Варшавского шоссе Вот в эту Южную битцу И собственно Ой Нифига Не видно Солнце Вот где-то Как раз таки У нас происходит Сборка Стапельная И будет Надвижка Вот в ту сторону Как раз таки Сейчас посмотрим Что у нас там есть Южная битца Даже какие-то Строительные работы Удут Нифига себе Вот дорога Как хоть строят Или наверное Подъезд К вам Дома Мы где-то Вот здесь Обещали Платформу Не знаю Будет Не будет И он Едет Там тоже У нас Бутово Северное Единственное Что творится На противоположной стороне Где улица Грина Нифига не видно К сожалению То есть там Должна быть Тоже Эстакада Ответная часть А здесь мы видим Только Начало сборки Аванбек С противоположной стороны Отсюда мы Аванбек Не увидим Нифига От слова Совсем То есть просто То есть Собирают нас Стопили Будут Надвигать Прямо Вот Ну На Варшав В сторону Варшавского Шоссе Он виднеется Там вот Опора С этой стороны А как раз таки Он по-моему Виднеется Уже временные Скользящие Вот эти вот Подпорки И вот Эстакада Будет потихонечку Продвигаться В ту сторону Вот еще и Под проводами Еще пришлось Поднимать их Да Что здесь Опоры Лэп были Другие Еще не Дорога Но железка На самом деле Они уже накинули Посмотрим Сбоку Попробуем Снизу Посмотреть Что там Как Как раз Аванбек С той стороны Кажется Таким Маленьким Маленьким Он там На самом деле Смотрится Нормально И уже Собрана Часть Для надвижки Вот они Наверное Накинут Надвинуть Сразу На ту опору На временную На скользящую И будут Дальше Собирать Вот на этом Стопе А вот Она Ванбек С другой стороны Такой Уже Более Заметный И он Впереди Как раз Виднеется О Отличный Кстати Вид Так что Потом Удаст Такой Подснять Вот Это Высота Вот Это Я понимаю И Обратите Внимание На Противоположной Стороне Как раз Уже Собранная Часть Ответная И Как раз Таки Вот Эта Серая Часть Она Уже Накинута Над Железной Дорогой То есть Осталось Действительно Вот Эту Часть Двинуть Видите Она Прям Вот Туда Ванбеком И пойдет Вон Туда На ту Сторону Но Не до Конца Тут Еще Вон Видите Внизу Оголовки Фундамента Еще Опоры Будут С той Стороны Такой Же Форма С Вот Такая Вот Часть Да Как раз Железная Дорога И Дальше Там Немножко Просматривается Бутова И Съезд На улице Грина Ну Блин Отсюда Плохо Видно Сейчас Попробуем Подойти Чуть Чуть Поближе Ну Собственно Вот Этим Аванбеком Поедет Она Типа Дальше И Вот На ту Опора Которая Дели Уже Сделана И Вот На ту Дальнюю И Дальше Будет Такая Петля В сторону Улицы Новобутовской Грины Развязышка Вот Она Как раз Будет И Можно Будет Уехать На Варшавское Шоссе А Это У нас Как раз Таки Тоннель Варшавского Шоссе Да Конечно Он Будет Фокусироваться На Деревьях Тут Уже Ничего Не Поделаешь Может Чуть Не Спуститься Наверное Не Стоит Самый Основной Вид Он Как раз Здесь И Есть Красота